Дорогие друзья, доброе утро или добрый день. Я рад приветствовать вас на очередном вебинаре портала Преану недвижимость за рубежом. Сегодня вместе с директором по продажам и маркетингу компании Exotic Property Кареном Чичаном мы будем говорить о недвижимости Таиланда. Карен, приветствую тебя. Да, привет, привет, Филипп. Приветствую вас, дорогие слушатели. Говорить будем примерно в течение часа. Ну, а тема самая, что ни на есть, недвижимостная. Два года назад, примерно в это же время, весь мир уходил на карантин, уходил на локдауны. Разные рынки отреагировали по-своему. И вот сейчас мы возвращаемся к нормальной жизни. И для Таиланда это свойственно, как, пожалуй, ни для какой другой страны мира, потому что туда действительно можно приехать. Есть определенные некоторые ограничения, мы об этом тоже с Кареном поговорим. Но самое-то интересное, что произошло со самым популярным у российских покупателей рынком недвижимости Юго-Восточной Азии. Традиционно у нас работает чат, традиционно наш вебинар мы будем представлять активно и по его завершении уже на страницах портала Преан.ру. Только что к нам подключилась аудитория наших зрителей в Фейсбуке. Вас я тоже, друзья, с удовольствием приветствую. Еще раз представляю моего собеседника Карен Тичан, директор по продажам и маркетингу компании Exotic Property. В чате, конечно, вы можете задавать вопросы, и мы с удовольствием будем на них отвечать. По ходу нашего вебинара, как я сказал, время его около одного часа. Карен, ну давай в двух словах, как бы ты все-таки описал последние два года, вот какими они были для рынка недвижимости Таиланда, к чему в итоге в Таиланде, в частности на Пхукете, рынок пришел. Пожалуйста. Да, еще раз всем привет. Как раз вот сейчас мы буквально час назад тоже с клиентами обсуждали этот вопрос. Пришло все к тому, с чего и начиналось. Все-таки нужно понять, что это остров, куда круглый год едут люди. И как только появились первые возможности сюда приехать, даже еще с двухнедельным карантином в номере, все равно уже поехали люди. И поехало достаточно много, потому что здесь, ну, во всяком случае, я говорю про наш Пхукет. Во-первых, Пхукет первым выделили, как такой остров, куда будут приезжать люди, да, в остальной Таилан сразу никого не пускали. Потом потихонечку начали и в других регионах, курортах, регионах Таиланда тоже открываться подобные проекты. Но у нас это называется песочница, да, sandbox. То есть смысл ее такой. Человек, у кого есть прививка, у кого есть сертификат о вакцинации, точнее, он прилетает сюда. Ну, сначала он делает, естественно, определенный документ, он называется Тайпас. Ну, для наших клиентов мы помогаем делать, а в целом, ну, это просто на определенном сайте, нужно загрузить некоторые документы свои, такие как страховка, паспорт и, ну, как раз, полетные данные, да, и данные по поводу, где ты будешь жить, да, вроде ваучера отеля. И оплатить, конечно, еще два теста. Потом ты делаешь за 72 часа до улицы тест и по прилету также делается тест. Далее вас везут в отель, где вы, в принципе, не можете выходить из номера, пока не придут результаты теста. Результаты тестов приходят обычно где-то в районе там 4-5 часов. Через 4-5 часов пришли результаты. Если результат отрицательный, все хорошо, вы можете идти куда хотите. Ну, естественно, на территории Пхукета. То есть вы можете быть где угодно на территории острова. Далее через 7 дней у вас повторный анализ, да, вы повторный сдаете, приезжаете в, ну, там, в каждом районе есть определенные такие места, где берут анализы. У вас берут анализ, опять же, вы идете в номер, пока 4-5 часов ждете, пока вам пришлют результаты. Все нормально, вы можете даже уже выходить за пределы острова, да, там, то есть лететь в Бангкок, там, лететь, там, не знаю, на Самуи, ну, кто куда хочет. Вот у меня такая же ситуация, у меня мама прилетела, и, ну, вот мы хотим вместе с ней слетать в Бангкок, вот мы ждем, пока у мамы будет второй тест. Как второй тест будет, я надеюсь, будет отрицательный, так вот мы и полетим. У нас в России сейчас, ну, с анекроном, условно говоря, беда, резкий рост заболеваемости, я могу сказать, даже по нашему проекту, некоторые мои коллеги, даже с отрицательным тестом, все равно чувствуют себя неважно, находятся на изоляции. А как у вас это сейчас, то есть, насколько это зацепило и, ну, по сравнению, скажем, с ситуацией конца прошлого года? Ну, вообще скажу, что вот эти два года мы просидели вообще очень тихо и спокойно. Ну, я, например, вообще ни разу не болел. Мне супруга моя сказала, что мы когда-то там в самом начале давным-давно быстро переболели. Я этого не помню, если честно, но супруги видели. Это моя память и мое мнение. Вот, поэтому я, ну, не могу ничего сказать. Мы сидели, ну, такая изоляция была. Мы вот изолированы в своем районе, мы были там, наверное, месяц. Ну, как-то не в квартире, да, то есть это твой район, где ты живешь. Да, то есть можно до магазина дойти, там, ну, куда хочешь еще, ну, вот, в рамках твоего района. Дальше уже выходить было нельзя, ну, или по какому-то разрешению, да, если там ты записался в госпиталь, то у тебя там должна быть соответствующая там СМС от госпиталя, чтобы тебя пропустили. Но это скоро закончилось, и все, и мы жили замечательно на своем острове, да, к нам никто не мог приехать, и мы не могли уехать, но, тем не менее, и рынок жил достаточно хорошо. Я не знаю, правда, как в других компаниях, потому что все-таки мы более заточены на инвестиционные проекты, то есть мы именно эксперты в области инвестиций в недвижимость, мы жилой недвижимостью тоже занимаемся, да, но как бы основной, конечно, наш сегмент, где мы профессионалы, можно сказать, номер один, это как раз инвестиционная недвижимость. И у нас были очень много сделок, много сделок. Удаленные все в основном, или были? Да, конечно, удаленные люди не могли сюда приехать, все удаленные, где-то процентов, наверное, 70-73 – это люди, кто уже покупал с нами недвижимость, они решили, там, сказать, увеличить свои позиции, вот, и где-то порядка 20 человек, 20% человек – это новые клиенты, которые покупают. Но нужно отметить, что сейчас появились люди, которые, ну, у нас, во всяком случае, мы с ними работаем, то есть один человек, он может там и 20-30 квартир выкупить, да, то есть, ну, такие крупные инвесторы. Я просто хочу уточнить, мы с тобой беседовали перед Новым годом, и ты сказал, что одна из тенденций последнего времени, что покупателей, безусловно, по-прежнему интересуют недвижимость Иланды как возможность для инвестиций, но при этом поменялось немножко парадигма. Да, 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 я сейчас расскажу об этом. Мы делали специальные исследования, потому что мы заметили некоторую тенденцию, а если раньше у нас, ну, грубо говоря, из 10 заявок, которые к нам приходило, было 9, там, про инвестиции, там, одна была про то, чтобы посмотреть какой-то дом для личного пользования, там, или квартиру, то сейчас таких заявок стало намного больше, что люди хотят купить для себя именно недвижимость. Я думаю, это связано с тем, что люди посидели дома, в квартирах, и поняли, что это не очень комфортно, что, в принципе, можно там самому или семью свою отправить на какой-то райский остров, да, где можно спокойно пересидеть любые неприятности. Ну, и в целом переоценка ценностей, видно, произошла, и многие люди, конечно, хотят сюда переехать, но совсем. Это касается моих клиентов, которые с нами уже очень давно, и никогда я от них не слышал, чтобы они собирались переезжать, они тут инвестировали, отдыхали, но не собирались здесь жить. Вот, большинство из них сейчас задумывается о том, чтобы переехать сюда полностью, или здесь хотя бы там большую часть года бывать. Скажи, пожалуйста, вот ты сказал, есть недвижимость, ну, традиционно вы занимаете больше недвижимостью инвестиционной, сейчас появился запрос недвижимости для себя. Идеологически это разные проекты в Таиланде и на Пхукете, или, по сути, это все равно то же самое, люди покупают, но только уже ценой и целью? Ну, смотрите, есть, не совсем правильно говорить, инвестиционная, так сказать, недвижимость, да, есть там отельная недвижимость, есть жилая недвижимость, и просто есть разные цели использования, да, то есть есть инвестиционная цель использования, и такая, да, для себя человек покупает. Ну, или это какой-то определенный микс, да, то есть и сам человек живет, и остальное время, пока его нет, сдает, такой тоже очень популярный тренд. И что мы, ну могу тебе сказать, что никаких особых изменений нет, потому что в принципе, что касается подбора недвижимости, мы все равно стоим на том, что недвижимость должна быть ликвидной, неважно для чего ты ее покупаешь, для жизни или для того, чтобы получать доход, она должна быть ликвидной. То есть это, ну как бы твой капитал, да, который там обращен в бетон. Понятно, ты в нем живешь, ты там никого не хочешь туда пускать, но если вдруг там необходимость появляется, да, тебе нужны деньги, чтобы ты мог их быстро вытащить, и вытащить причем с плюсом хотя бы, который перекроет там инфляцию, а лучше, чтобы он дал тебе еще и заработать хорошо. Поэтому вот мы как раз на этом стоим и, естественно, к нам обращаются. То есть на самом деле наша работа как раз в этом и заключается, чтобы мы подобрали ликвидные объекты. А уже жить там будет человек или сдавать в аренду, это уже его личное дело. Поэтому все равно к нам люди обращаются, и как раз вот мы в этом особо и специализируемся. Понятно. Я попрошу в чате опубликовать контакты с компанией Exotic Property и лично Карена, чтобы, ну, тот, кто захотел связаться, нужно было бы обращаться в любое удобное время. Да. Карен, давай тогда все-таки такой вопрос, но в продолжении. Ну, Хукет, думаю, что многие из наших зрителей там бывали или, по крайней мере, географически представляют, это вот такая вытянутая история, да, где западное побережье, оно более заселено, там пляжи, 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 юг там пляжи, на западе все поскромнее. И в центре, назовем это словом города, там, в основном, это тоже Хукеттаун. Собственно, и в самом Хукете, то есть в отдалении от пляжей, есть кондоминиумы вполне европейского уровня, то есть такие вот современные постройки. Люди, которые покупают и хотят жить все-таки, я немножко уточню тогда свой вопрос. Это вы им все равно готовы предлагать, вот, по сути, номера в кондо-отелях или для них, может быть, интересно что-то, ну, тоже дома там с бассейнами, с хорошей инфраструктурой, но уже на некотором отдалении от пляжа, куда без машины ты все-таки не доберешься? Ну, наверное, все-таки кондо-отель это такая история, где жить нельзя, поэтому там в любом случае есть ограничения. Человек может там бывать, я не знаю, в зависимости от комплекса, две недели или месяц, но все равно комплекс ориентирован, это отель, да, даже если там можно выйти из зарядной программы, ну, не все прям с удовольствием будут именно там жить. Но, вы знаете, когда человек переезжает на Пхутет, у него первая мысль все равно, чтобы это было рядом с морем. Ну, то есть человек еще не, ну, как бы не, не накупался, да? Это полярно. Потому что через определенное время, когда он начинает понимать, что, в принципе, он уже накупался, ему до этого моря вообще дела нет, ну, поэтому, конечно, они уже смотрят в сторону центра. Но все равно, в принципе, у нас очень хорошие есть районы, но они очень комфортные там и для жизни, и для заработка, да, то есть для арендного дохода. Они очень хорошо подходят. И, ну, вот, например, сейчас большой запрос на квартиры с большим метражом. Дело в том, что у нас раньше строили, да, все ушло к минимизации объекта. Однокомнатная студия. Сейчас произошло то, что людям нужны квартиры именно, не виллы, да, ну, виллы тоже все равно остаются в своем сегменте, но все-таки больше людей, много людей, точнее, интересуются именно квартирой. И у нас сейчас есть такой кейс, вот, недавно появился, вот, буквально открыли продажи, они тоже молодцы, открыли продажи 30 декабря. 30 декабря открыли продажи нового комплекса в очень хорошем районе, и, значит, там квартиры от 60 метров однушки и трешки, двушки там 100 метров и трешки 131, по-моему. Причем, презентация он есть, может, тогда покажем? Да, да, я потом расскажу, я просто рассказываю, как он. Вот, да, это он как раз, этот проект. Так вот, ваш покорный слуга здесь с 30 по 15 числу продал два здания. Ну, там кто-то тоже что-то продавал, да, но просто мы больше всех там продали, все двушки и трешки, во всяком случае, наши, с пятого по третий этаж. Ну, это произошло за 15 дней, то есть я буквально сделал рассылку по нашей базе инвесторов, причем покупали инвесторы, и покупали прям вот, трешки прям сразу забирали, да. Ну, тут еще нужно учесть, что в этом комплексе есть такая особенность, как рассрочка, да, тут можно платить, в принципе, получается вот за эту квартиру, поскольку она еще off-plan, да, то есть там еще ничего нету, то есть вот они строятся, только-только начнут. Это очень крупная сингапурская компания, огромная, да, то есть там им все доверяют, то есть вопросов никаких не возникает ни у кого. И у них есть рассрочка там на пять лет, да, то есть три года тут можно пока это строится, растянуть рассрочку, и еще потом до пяти лет. Ну, понятно, что даже эта квартира, если она там стоит 15 миллионов, да, ну там полмиллиона долларов, естественно, что за 8 лет, в принципе, люди ее спокойно покроют. И, конечно, прямо рядом с морем, там в 100 метрах, очень замечательная квартира, я говорю, их разобрали вот прям моментально. Ты сказал, что покупали инвесторы, покупали инвесторы, рассчитывающие, что они будут эти помещения сдавать, или они рассчитывали на рост цены в первую очередь? Кто-то, знаете, кто что, кто-то вообще для себя купил, сказал, я там куплю одну для себя, а там две, предположим, на перепродажу. Здесь, конечно, очень хорошая перепродажа в том плане, что можно выбрать хорошую квартиру, и тебе же не надо платить все сразу, да, то есть ты там первый платеж там 20%. Ну, лучше всего продавать в конце, да, ну, когда уже комплекс хотя бы вот уже структуры стоит, внутренний отдел, чтобы уже это видно было, сам продукт. И вот это уже где-то к концу. Ну, хорошо, человек заплатил там процентов 30-40, и вот он на 30-40 может приклеить сверху еще 30-40 и продать. То есть ему не надо покупать полностью все деньги, оплачивать, он заплатил там 30-40%, прибавил ту же самую, да, и вот тебе 100% на твои вложены. Вот, и в принципе, ну, очень хороший заработок, особенно если говорить про недвижимость, да, вот, кто-то оставлял для того, чтобы получать доход, ну, большая часть, конечно, упал вообще для себя. Вот, ну, просто потому что это хорошая очень локация, это классные квартиры, такой премиальный уровень, все знают этого застройщика, знают этот район, и там весь район принадлежит одному застройщику, поэтому там все достаточно хорошо. Скажи, пожалуйста, как раз вот я об этом тоже хочу сказать, ну, раз уж мы с тобой в общем пока начали говорить, и говорим о том, что изменилось на рынке, по всему миру цены, в общем, выросли за эти два года, причем они сначала падали, в непрестижных районах они и не выкарабкались, причем вне зависимости от того, что за страна, там, Испания, там, или Болгария, неважно. Потом пошел определенный рост, связанный и с отложенным спросом, и с тем, что у людей в мире, может, денег стало больше, государства, большие мировые экономики постарались, денег всем дали, ну, до нас не все дошли, конечно, но до многих, до кого надо до тех дошли. Так вот, вопрос в Таиланде и на Пхукете, то есть вот то, что стоило нам два года, два с половиной года назад, скажем нам, 100 тысяч, такого же типа объекты, сейчас подорожали, подешевели, что с ним нужно. Больше их стало на рынке, меньше, по-твоему, ощущения? Ну, я, наверное, скажу, что у нас просто более такая честная ситуация в этом плане. Дело в том, что, ну, когда мы говорим, что цена там выросла, и где-то даже очень выросла, мы должны учитывать то, что это просто надулись пузыри. И это, ну, как бы, ничем не обеспеченная, да, так сказать, цена. У нас что происходило? Да, мы были в изоляции, по сути, вот этот сегмент курортной недвижимости, да, он так простаил. Конечно, у нас там продажи были, да, но все равно для застройщиков это не такие, для нас большие продажи. Застройщики, когда они там продавали по 10 квартир в день, естественно, для них это простое. Но что произошло? Ну, конечно, на там неликвидные квартиры где-то далеко, там ценник, он как падал, так и он из-за дара не надо. А вот что касается ликвидной, хорошей недвижимости рядом с морем, в хороших локациях, цена просто не выросла. У нас каждый год цена росла примерно там, ну, на 5, 10, 20 процентов, где как, да, в зависимости от проекта. А тут просто никто не поднимал цену, ну, еще, конечно, давали скидки чуть-чуть больше, чем до этого. И на сегодняшний день я скажу, что вот та квартира, которую можно было купить два с половиной года там за 3 миллиона, ну, если она осталась, конечно, потому что у нас сейчас разбирают все очень-очень быстро, то, ну, то она столько и стоит. Вот, то есть мы просто не надувались никакого пузыря, просто, ну, мы, грубо говоря, просто не выросли в цене, вот и все. Ну, и не надулись. И это, кстати, хорошо, потому что это повышает наши конкурентные преимущества по сравнению с недвижимостью других стран, где, ну, все же улетело в небеса, причем то даже, что и, ну, действительно, не должно было никак столько стоить. Правильно ли я понимаю тебя, то есть, ну, вот, давай так, 100 тысяч долларов за однокомнатные или за студию, или за однокомнатные апартаменты в пляжном районе в комплексе строительства, который, ну, там, завершается в течение этого года, ну, такая, 100 тысяч была такая отсечка хорошая, это по-прежнему вполне-вполне реальная цена. Да, в целом это вполне реальная цена, это не совсем прямо рядом с морем, ну, где-то рядом с морем сейчас минимальная цена, насколько я помню, в очень хорошем проекте, буквально в 100 метрах от пляжа, там, в комплексе в одном, по-моему, 109 тысяч долларов, ну, это с полной мобилировкой совсем-всем-всем, 34,5 квадратных метров. Ну, в целом можно найти, это не такая проблема, конечно, если говорить про, с точки зрения дохода, приобретать недвижимость, то я бы рекомендую, ну, это вот минимум, вот, 100 это прям вот минимум, вот, хотя у нас, в принципе, если поискать, можно найти квартиры, там, и за 50 тысяч долларов, да, ну, все-таки это не инвестиционный вариант, так скажем, а лучше всего, конечно, вот 100 и более, вот это уже про инвестиции. Вот уточняющий вопрос от наших зрителей, что значит неликвидные квартиры, кто-то же их покупал, и как вы определяете ликвидные и неликвидные? Слушайте, есть несколько, ну, есть несколько принципов, да, по которым мы определяем ликвидность, да, ну, это, во-первых, локация самого, ну, локация самого комплекса. Далее, что сам, ну, что рядом с комплексом у нас находится? Вот непосредственно можно взять вот так вот на карте, прям вот циркуль взять и вот поставить в центр, где комплекс находится, и вот так очертить там хотя бы километр. Вот посмотреть, что именно там находится, какие магазины, да, там, я не знаю, школы, пляжные клубы, что, что там есть рядом, и насколько это нужно вам, да. Потом дальше, что еще мы можем посмотреть? Ну, может быть, сам комплекс, какая там инфраструктура, какого вообще уровня, на кого он ориентирован, да, попадает ли он туда, куда хочет попасть, да, то есть, например, если он там в каком-то люкс-районе, он вообще там попадает в эту аудиторию, или это все, все будут эту штуку, этот комплекс стороной обходить. И, ну, далее, естественно, сами планировки квартир, то есть мы как бы от общего к частному движемся. Планировка квартиры, ну, во-первых, ее расположение, планировка, посмотреть, какой вид из окна, конечно же, тоже очень важно. И, ну, в целом, вот, если все вот такие критерии сходятся, это, конечно, высоко ликвидная квартира, да. Ну, я вам так рассказал, в среднем, вот, еще очень важный момент, кстати, забыла, не сказать, цена, да, потому что цена определяет очень сильную ликвидность. Если, например, квартира, вот, о чем я и говорил, рядом с морем, пусть она смотрит даже на соседний отель, но она стоит 109 тысяч долларов, и что является как минимум на 30% дешевле рынка, именно вот в этом прибрежном, да, сегменте, и квартира, там, ну, например, в этом же комплексе за такая же по метражу примерно, но она с видом на море, она стоит 6, ну, вот, тут уникальный случай, когда как раз вид на море неликвидный, ну, потому что слишком за него дорого берут. А вот эта квартира как раз ликвидная, хотя у нее вид на соседнее здание, но, тем не менее, по цене мы ниже рынка, и мы понимаем прекрасно, что через 5 лет, даже прибавив там 30 тысяч долларов, мы это продадим смело, потому что мы все равно будем ниже рынка. Вот, вот такие вот моменты, то есть, ну, на самом деле, тут еще смотреть нужно, как сказать, персонально, потому что недвижимость – это неоднородная история, ну, может быть, она где-то однородная история в городской недвижимости, да, где там весь район застроен одинаковыми домами и с одинаковыми квартирами. У нас не так, резонтная недвижимость, она здорово отличается, тут есть свои отличительные характеристики недвижимости. Вот, если вам интересно, у нас есть YouTube-блог, мы все темы там раскрываем, там нет никакой рекламы, нету ничего там, никаких проектов вы там не увидите, ничего. Мы прям берем вот сухо, вот, например, какую-то определенную тему, там, для расхода, и все про расходы, там, капитализация, да, все про капитализацию. И вот, можете посмотреть, там мы много об этом говорим, да, то есть, о том, как, ну, в контактах у нас данный YouTube-блог. А, да, да, хорошо. Скорее, еще тогда, вот, Екатерина, видим ваш вопрос, обязательно задам его. Все-таки еще один момент, связанный с последствиями коронавируса. Закрытые границы, это означает, что, ну, существенный ситуристический поток, по крайней мере, на протяжении двух лет, не позволял собственникам получать тот доход, который они ожидали получить. Тут чудес все-таки не бывает. Параллельно, безусловно, продажи, то есть, число сделок снижалось. Насколько эта история повлияла на рынок, то есть, насколько многие, ну, или немногие, какие-то проекты просто схлопнулись, компании обанкротились, и насколько пострадали, ну, те, кто, например, обещал, кому обещали, там, скажем, гарантированный доход. Да, в целом, и, может быть, какие-то частные примеры. Ну, вот, например, у нас даже тут не совсем вот то, что отсутствие было, тут еще очень сильно упануло то, что сама по себе себестоимость, да, стройматериалов, она здорово подорожала, там, железо, да, той же самой арматуры. И, естественно, это должно было как-то отразиться на цене, все-таки, ну, у многих застройщиков очень хорошая маржинальность, поэтому, в принципе, ну, они просто за счет маржинальности, да, проглотили это и продают, в принципе, по той же самой цене, да, ну, все равно какой-то удар есть. И, ну, застройщики отреагировали, несмотря какие, да, то есть, если застройщик какой-то там новый, ничего не строил, тут будет зависеть все от инвестора. Если у него есть хороший инвестор, который, ну, в любом случае спонсирует, и стройка идет, ну, тогда у него все строится. Если нет, то тогда, если ребята там решили строить на то, что соберут, ну, тогда, конечно, у них проблемы, и они будут стоять до тех пор, пока, ну, либо деньги не найдут, либо будут, там, не знаю, что... Такие примеры были, то есть, я не прошу их конкретно называть, но... Нет, были, ну, знаете, строительство, это, ну, примеры всегда... Всегда риск, а уж, да. Это инвестиции, ну, у нас, вообще, если, так сказать, заходить на наш рынок, нужно понимать, что у нас очень хорошо можно заработать, да, но по сравнению, может, там, с другими странами тоже есть какая-то определенная, определенный риск, да, потому что такой рынок растущий. Но тут тоже есть определенные критерии, по которым стоит следовать. Ну, например, вот сейчас я, ну, вот, кроме, там, одного проекта, там, или двух, я вообще не рекомендую входить в off-plan, да, то есть вот то, что еще не начало строиться, да. Ну, вот, мы сейчас стараемся, в основном, продавать то, что уже либо построено, либо, там, хотя бы уже каркас стоит. Вот, очень мы так аккуратно относимся к тем проектам, которые еще только там объявили, еще ничего не построили. Вот, это, конечно, больше касается квартир, ну, вилла с виллами намного проще, потому что там, ну, само по себе себестоимость строительства и намного легче и проще, и меньше. Вот, а с квартирными комплексами, да, это так. И, ну, плюс ко всему еще нужно учитывать, ну, какие-то децидные обещания должны быть реальны. Когда застройщик сейчас обещает, там, я не знаю, 10% годовых, ну, гарантированно, да, но это как минимум странно, да, нужно учитывать, что сейчас только рынок будет восстанавливаться, и восстанавливаться он будет как минимум года 2-3, да, хотя бы до тех самых, ну, до тех самых... Параметров? Да, количество туристов, которые было у нас раньше, да, у нас было там раньше 10 миллионов приезжало, ну, а сейчас вот так получилось у нашей партнеры компании Exotic Voyage, туристический оператор, мы раньше работали только в классе люкс, да, вот, ну, работали с... А так сейчас получилось, что мы единственная компания, которая осталась, ну, практически единственная компания, кто полноценно работает на острове, и сейчас у нас еще и средний сегмент через нас проходит, и все равно, ну, наверное, 70% туристов все-таки наши, кто едет через тур, и не сам там что-то собирает, да, и все равно это всего лишь там порядка 40 тысяч туристов, да, то есть вот наше количество. От нашей зрительницы Екатерины несколько вопросов, давай кратенько хотя бы на них ответим, как успеем. Ипотеки, ипотеки, смотрите, про ипотеку иностранцам, я вам сразу скажу, скорее нет, чем да. Я знаю, есть примеры, когда кто-то там получает ипотеки, но это, во-первых, должна быть уже построенная недвижимость и зарегистрированная недвижимость, и в целом это очень такой долгий процесс, ну, согласование уходит порядка 4-5 месяцев, то есть как, ну, для нашего рынка, грубо говоря, это отсутствует, но иногда застройщики сами дают, так сказать, финансинг, да, то есть такую определенную рассрочку под процент, да. Ну, вот, например, тоже вот комплекс, который мы только что показывали, он там в этом районе все, только у застройщика у него все действует, все проекты, и эти, и виллы, и другие здания с квартирами, там все просто. До конца строительства ты можешь расплатиться, как и везде, либо ты до конца строительства платишь 50%, а вторые 50% ты можешь взять на срок, там, до 5 лет, и вот до 5 лет, там, они берут 5% на остаток, да, ну, то есть, ну, это остаток, это не от всей суммы, это вот той части, с которой ты берешь, да, ну, и, естественно, там ежеквартально или ежемесячно, как тебе удобно, вот, и вы и гасите, да, но уже можете в этой квартире жить, сдавать ее в аренду, там, ну, все что угодно. Ну, вот, вот так, да, то есть, что, вот варианты есть, да. Хорошо. Про налог на недвижимость. Вот тут такой вопрос, налог на недвижимость, если мы говорим прямо на налог, именно на недвижимость, то он составляет 0,03%, и то сейчас его как-то, я слышал… Это еще уменьшено. Какой-то, что, ну, даже снизили, да, ну, ну, в принципе, ничего серьезного нет, потому что даже если у тебя там недвижимость стоит 10 миллионов бат, то есть 300 тысяч долларов, ну, ты там около 100 долларов будешь всего лишь в год. Поэтому, ну, и вот недавно ввели, до этого вообще его не было. Так, объекты сдаются с отделкой мебелью, какая отделка квартир? Ну, отделку я, как сказать, сейчас так… Вот это, кстати, по-прежнему тенденция? Да. Ты понимаешь, всегда будет с отделкой, всегда будет с мебелью. Да, 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 да. В большинстве случаев, если это отельное управление, там в любом случае мебель должна быть. И когда там застройщики в отельных проектах говорят, а вот вам еще мебель надо оплатить, это все брехня, потому что они не могут вам мебель не продать. Ну, в отельном комплексе… То есть они просто ставят цену без мебели, а потом… Да, 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 они все равно в конце вам говорят, вот мы вам все-таки мебель дарим, там вот, ну, просто потому что ее, ну, это необъемлемая часть квартиры в отельном проекте, это, ну, потому что ты покупаешь продукт, ты когда для себя покупаешь квартиру, ты можешь купить голые стены и сделать сам, что хочешь. А в отельном проекте нет, все должно быть, все уже стандартизировано отелем. Вот, поэтому, ну, все проекты, с которыми мы работаем, они просто, вот, ты покупаешь готовый продукт, все, совсем, с ложками, с вилками, с тарелками, с телевизором, с кроватью, с элементами декора, все. То есть правильно ли я понимаю… Просто приноси свою зубную щетку, ставь и жири. Правильно ли я понимаю, что все-таки подавляющее большинство объектов, или, по сути, все объекты, по крайней мере, которые вы предлагаете, которые сейчас, ну, вы рассматриваете как инвестицию на Пхукете, это история, связанная с отельным бизнесом, то есть ты покупаешь, по сути, номер в отеле. Или не совсем так, и там есть еще, ну, такие, скажем так, более свободные варианты, когда проект вообще не имеет отельной лицензии, и ты можешь, если сдавать им, например, только в Голгифром. Ну, тут уже, как говорится, аптую, да, то есть что ты хочешь. Обычно люди, если хотят сдавать недвижимость, то есть они даже не рассчитывают самостоятельно там жить, или они рассчитывают жить, но они надолго… Саш, я прошу прощения. Ну, сейчас прошу. Другой есть вариант резидентские комплексы, где нет отельного управления, нет отельной лицензии, но, тем не менее, все равно там можно сдавать недвижимость в аренду самостоятельно, или через агента, через управляющую компанию. И, ну, это помесячный срок, потому что, ну, на сутки нельзя, без отельной лицензии у нас посуточная сдача запрещена. Вот, то есть, ну, два варианта, и тут надо для себя выбирать. Надо понимать, что, да, конечно, кто-то скажет, что когда я сдаю сам, я там как бы всю прибыль забираю, да, но вы и все риски на себя берете, и все расходы. Вот, поэтому тут нужно учесть, что, например, для отеля его расходы, они будут намного ниже, да, чем для одного человека с одной квартирой, да, потому что отель покупает сразу там, ну, там, не знаю, тысячу телевизоров, да, если он там один разбился, он будет по себе стоить очень дешево. А если у вас телевизор разбился, то вы будете любезны покупать его по полной цене, вот, ну, и так далее, да, то есть мы, ну, также там существует еще комплекс такого совместного использования, то есть это отельные комплексы, но, в принципе, там можно выйти из отельной программы и жить самостоятельно, ну, и тоже сдавать помещи самостоятельно, только ни в коем случае не демпинговать цену, чтобы она не отличалась от отельной цены. Вот, в принципе, варианты разные есть, мы, наверное, больше склоняемся все-таки к тому, чтобы, как раз это последняя история, где можно выйти из арендной программы, потому что все-таки, знаете, как стратегии у человека меняются, и когда я могу выйти из арендной программы, это что значит? Значит, значит, я могу продать кому-то, кто, например, не хочет сдавать в аренду, а это тоже большой сегмент, потому что если у меня все связано отельной программе, то кому я могу продать? Ну, такому же инвестору, как и я сам. А если все-таки у меня, ну, отельную программу можно убрать, значит, я могу продать любому, да, кто хочет купить для себя в том числе. Окей, уточняющий вопрос по отельному управлению. Как делится процент, цена обслуживания квартиры и кто производит ремонт в таких проектах, ну, скажем, раз в 5-7 лет за чьи средства? Потому что понятно, что, ну, и в отелях тоже номера приходят в некий упадок. Да, приходят, конечно, тем более у нас. По отельному управлению, ну, как делится процент? Знаете, от комплекса к комплексу по-разному. Ну, обычно существует несколько тенденций, я сейчас о них расскажу. Обычно мы есть, ну, это мировой стандарт, это не только футецкое изобретение, есть два способа деления дохода. Это revenue sharing, да, когда мы делим общий доход, да, до вычета всех каких-то расходов. Либо мы делим profit, да, ну, понятно, что profit sharing – это деление уже вот чистого дохода, да, то, что мы вот уже из общего дохода все повыкидывали, да, все, что уже надо оплатили, вот что наше осталось, то и поделили. Вот, обычно, если мы говорим про profit sharing, он у нас идет в основном в, ну, в таких комплексах, ну, премиум, да, бизнес-премиум, вот так, ну, не люкс. Там обычно деление прибыли где-то 40% забирает отель, 60% жильцы, да, ну, то есть собственники недвижимости. Ну, бывает 70% на 30% даже, да, где 70% забирают жильцы, даже бывает где-то 80% на 20%, что 80% забирают жильцы, но все равно это мы говорим о прибыли. Либо есть вторая история, это revenue sharing, о котором я говорил, деление общего дохода, это в основном история в классе люкс. То есть здесь также происходит деление 60 на 40% в основном, только здесь 60% забирает отель от общего дохода и 40% забирает, ну, отдают собственнику. Бывают даже комплексы, где есть только 30% получают собственника, 70% отель. Ну, нужно тут учесть, что это пятизвездочный отель, и здесь, конечно, расходы будут значительно выше, да, чем просто в каком-то там комплексе с отельным управлением, да, там, среднего класса. Скажи, пожалуйста, можно, тут маленький уточняющий вопрос. Владельцы двух одинаковых номеров в таких схемах получают одинаковую сумму, или она зависит от того, сколько конкретно в принадлежащем им номере жилы людей на протяжении, ну, понятно. Тут, знаете, все будет зависеть от того, что это за квартиры, да, если это какие-то уникальные квартиры, которых на его, на весь комплекс всего две, и они именно вот две и есть, один пул, да, тогда, наверное, будет зависеть от того, сколько именно твоя квартира сдавалась. А если говорить про стандартные истории, нет, есть такое понятие, ну, rental pool, то есть, ну, например, все квартиры, они делятся на определенные категории номеров, как в отеле, да, ну, например, все квартиры одинакового метража с видом на сад, да, они будут сдаваться по одной цене, соответственно, это один пул. Там все квартиры с выходом бассейна, да, по одного метража, ну, в принципе, понятно, что все по одной цене будут сдаваться, это вот один пул. И вот такой вот пул сдается в течение, там, ну, в течение года, дальше все, обсчитывается весь доход, там, выплачивается букингу, ну, опять же, revenue sharing или profit sharing, это уже не важно, ну, вот из этого уже делится, да, то есть, в принципе, в пуле не сильно важно, да, там, сдавалась твоя квартира восемь раз, твоя десять раз, все равно там все получат по уровню, да, ну, вот примерно так. Окей, в продолжении, да, вот этот вопрос, цена обслуживания квартиры, то есть она входит, то есть это учитывается, да, в платежах, если я правильно понимаю, и по поводу ремонта, кто оплачивает на каких условиях? У нас в любом случае, если человек кондоминиум, да, ну, кондоминиум это жилой комплекс, да, с лицензией кондоминиума, то в любом случае у человека есть определенные расходы на содержание, но это расходы на содержание прилегающей территории, ну, то есть, там, чистка бассейнов, парковка, стрижка газонов, страховка самого здания, ну, и еще и охрана там, ну, там, еще что-то, да, какие-то расходы, ну, зависит от той инфраструктуры комплекса, какая есть. Обычно это 2 доллара с квадратного метра квартиры в месяц, ну, там, обычно это, ну, если небольшая квартира, там, ну, где-то 30 квадратных метров, то где-то порядка 600-700 долларов в год. И они просто удерживаются при выплатах? Где-то, ну, да, где-то удерживаются, где-то там самому надо платить, ну, по-разному просто. И за ремонт, вот если за ремонт делается, там, через, там, проходит, там, 5-7 лет. А ремонт, а тут другая немножко история, когда мы регистрируем квартиры в земельном департаменте, да, ну, вот мы, там, предположим, комплекс построился, все, мы идем в земельный департамент получать права собственности, там, неважно, freehold, riskhold, это будет. Все равно нам нужно будет заплатить несколько платежей. Ну, первый, конечно, это maintenance fee, который я говорил, надо заплатить за год вперед, или там, в некоторых комплексах за два. Нужно будет оплатить установку счетчиков воды и электричества, там, государственные, по государственному тарифу, ну, там, зависит, ну, где-то, там, плюс-минус 15 тысяч бат, да, где-то 500 долларов. И нужно будет оплатить платеж sinking fund, это как раз, ну, это фонд капитального ремонта, то есть каждый оплачивает, ну, изначально, да, при регистрации квартиры определенную сумму, из этих сумм, да, формируется фонд, и вот из этого фонда будут брать деньги на то, чтобы производить там ремонт и реновации. В том числе и локального номера, то есть не только общих помещений, но и вот конкретно моего. Смотрите, если мы говорим, что случилось, да, с локальным номером, если локальный номер, предположим, были какие-то, там, туристы, жильцы, и они, там, что-то... Набедокурили. Что-то, да, там, набедокурили, я не знаю, как это. Нет, нет, если мы имеем в виду просто естественный износ, ну, как бы, проходит... Ну, это, 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 нет, естественный износ, ну, конечно, конечно, задача управляющей компанией, это задача отеля, и с этим, с этим работать, и с этого... Если, конечно, вы живете в этой квартире, то, ну, естественно, это на вашей стороне. Окей, Карен, значит, у нас с тобой еще минут 15 есть, давай потом еще все-таки на вопросы ответим, и успеем пробежаться по презентации по некоторым объектам, которые... Давайте, вот, смотрите, какой годовой доход и реальный на 19-й год. Что-то, 19-й... Ну, не знаю, ну, смотрите, все, опять же, тут нельзя, это, вот, знаете, в инвестициях, ну, вот, не полагайтесь на среднюю цифру по больнице, потому что она ничего не говорит. А даже если я вам скажу, там, средние, там, 3%, ну, я так из головы, то на самом деле это у кого-то 2, а у кого-то 10. Ну, просто 10 тех, у кого немного, да, ну, понятно, мы тут бьем сюда, нам-то нужно 10, правильно, как бы мы... Поэтому там все могут ошибаться, потому что в любом случае действительно высоко ликвидных квартир, их в любом, даже самом лучшем комплексе всего 20-25%. Там еще процентов 30 более-менее такой средней ликвидности, остальное все это вот уже не ликвид, да, либо смотрят не туда, либо планировки... Меньше ликвидности, наверное, в комплексе... Ну, совсем меньше ликвидности, да, совсем меньше ликвидности. Ну, как сказать, хуже намного ликвидности, вот, и в целом вот мы как раз должны попасть с вами туда, где взять как наиболее ликвидную квартиру, которая будет лучше всех и сдаваться, и расти к цене, вот наша задача. Поэтому средний... Ну, я, как вот сложно сказать, ответить на... Если сказать, сколько отелей зарабатывают, да, отели зарабатывают очень много, да, если сказать, сколько люди зарабатывают, ну, это, естественно, люди зарабатывают немного меньше, да, скромнее, да. Ну, я имею в виду, где они там... А я правильно, ну, последние два года цифра вообще... Последние два года цифра, ну, если вот не было гарантированной доходности, цифра вообще, наверное, должна была снизиться. Где-то, знаете, где-то, кстати, выплачивали гарантированный доход. У нас несколько проектов, особенно даже в элитном сегменте, они платили. Есть проекты, где просто честно сказали, ребят, мы, ну, как бы вот у вас 5 лет гарантированного дохода у вас остается, ну, просто мы 2 года берем тайм-аут, да, вот, и скоро начнем выплачивать. Ну, разные кейсы были, все тоже зависит от какой-то порядочности, кто-то сказал, все это форс-мажор, я никому ничего не должен. Ну, в общем, разные были ситуации, то есть мы в основном, с кем мы работаем, это профессиональные отельные операторы международных сетей, и здесь все выплачивали и кэшбэк, кто, ну, вы знаете, да, если там платишь на этапе строительства полную сумму, сразу, да, не надо тебе рассрочка, сразу ты оплачиваешь полную сумму, то застройщик до конца строительства выплачивает там кэшбэк, да, ну, например, у нас есть комплекс, ты оплачиваешь полностью, и через 30 дней тебе уже приходит первый там кэшбэк, 7%, вот, ну, и так до конца строительства, когда бы оно не было, да, конец строительства, ты будешь получать этот, этот кэшбэк. Ну, тут вот все кэшбэки все оплатили, и вопросов никаких не было. Ну, понятно, были задержки, без этого, ну, никак, тут даже еще и банковская система, непонятно, как у нас работала полгода, но, тем не менее, ну, как сказать, у нас, у нас вроде нормально. Окей. Давай буквально кратенько. Приобретение недвижимости в Таиланде, какие дает права собственности? Кратенько, буквально. Ну, права собственности у нас два, у нас британская система, если говорить касательно владения недвижимостью иностранцами, да, у нас там две системы, это фрихоут и лисхоут. В целом, нельзя иностранцы купить землю в полную собственность, пока сейчас уже появляются возможности, да, появляются, уже начинает это меняться, но, тем не менее, пока, так сказать, нельзя, да, то квартиру в кондоминиуме, да, можно купить в полную собственность. И вы можете купить квартиру в полную собственность, можете купить ее в лисхоут, да, там на 90 лет, то, ну, тоже это не совсем аренда, это, правильно сказать, ограниченное по времени владение. Вот, то есть вы точно, те же самые у вас права вечные, что и на полную собственность, только они ограничены 90 годами. Вот, в принципе, вот такие две формы собственности, я уже там могу лично рассказать. Я думаю, что, да, в частном порядке можно будет просто задать вопрос, откуда ты ждешь? С гарантированной доходностью полно, объектов много, ну, отельные проекты почти все с гарантированной доходностью, вы должны понимать, это международная, ну, международная норма, чтобы первый, потому что первый, второй, третий год, да, у застройщика, ну, или там у отельного оператора, когда проект начинается, как новый бизнес, новый отель, да, то, естественно, заработки могут быть у инвесторов очень маленькие, а может быть их вообще не будет. И многим будет тогда неинтересно, да, вообще находиться в проекте, поэтому, как сделали, зафиксировали определенную сумму и, вот, в любом случае, как бы сдаваться будет хорошо, плохо, вот это ты получишь, да, чтобы поддержать интерес инвесторов. И дальше уже как раз мы переходим к фактической, по фактической доходности, ради чего все, в принципе, и начинается, потому что в Таиланде она намного выше, да, чем гарантированная. А доходность, потому что у нас очень высокий доход, да, но низкие, низкие расходы. Про, откуда ты ждешь роста цен, если ждешь, в первую очередь, если, и вообще можно ли его ожидать? Ты говорил, что пару месяцев должно быть. Он растет уже, он уже растет. Ну, вот, смотрите, я вам уже рассказывал, только вот я продал два здания, я даже не помню, это сколько, ну, там большие квартиры были, ну, я уже не знаю, там 25-30 квартир, я не знаю, еще там наши сотрудники напродавали. Ну, вот, можно понять, если так быстро раскупается здание, ну, понятно, что цена растет. И сейчас практически вся недвижимость раскупается очень быстро. Вот мы сегодня были, там, два месяца назад мы были в комплексе, там была целая куча виллы таунхаусов. Вот сегодня мы приехали с клиентом, еле-еле успели вырвать последний таунхаус. Ну, то есть, все, вот они разлетелись, за Новый год практически, вот за эти праздники скупили вообще все виллы, которые у нас там стоят. Граждане СНГ, Китай, Европа. Не, не Китай, это граждане СНГ. Окей. Прям можно смело говорить, что это граждане СНГ, вот особенно, например, вот Казахстан, да, вот у нас очень много сейчас через нас элитит клиентов из Казахстана, и вот тогда у них произошла вот эта неприятная история в Алмате, ну, вот многие из них просто сразу побежали. Да, мы это зафиксировали, запросов число просто из Казахстана, интернет не работал, было вообще тяжело. Ну, да, у нас просто они были на месте, там интернет им был не нужен, вот, поэтому они сразу, да, побежали. Получаете ли вы комиссию с застройщика или с покупателя? Не, у нас, смотрите, всегда у нас платит продавец, это, ну, однозначно. Ну, с застройщиками у нас такой диалог, скажем, длинный, потому что у нас есть определенные там грейты, и мы там обсчитываются, и в конце года там что-то мы получаем, да, но не в конце, в конце месяца, в конце года. Вот, в зависимости. Это не так сказать, что прямо в какой-то конкретной одной квартире. Ну, у каждого по-своему, у нас просто мы очень много продаем, поэтому у нас там свои взаимоотношения с застройщиками, но клиенты нам ничего не платят. Я даже больше вам скажу, у нас, нашей компании, мы поняли, что самое важное для людей, когда они покупают у нас недвижимость, это сервис, потому что люди покупают недвижимость на другом конце планеты, да, но, естественно, нужны люди, которые будут помогать решать какие-то текущие вопросы. И вот мы все вопросы для наших клиентов на протяжении всего срока владения, визовые, юридические, бухгалтерские, налоговые, все это мы решаем, и нам ничего клиент не платит, да. Ну, то есть, также мы занимаемся в дальнейшем перепродажей, поэтому нам изначально очень интересно купить объект ликвидный, чтобы в дальнейшем нам уже было его легко перепродать. Окей, Карен, давай поступим сейчас следующим образом, я попрошу в чате опубликовать контакты, мы сейчас с тобой быстро пробежимся по презентации, потому что в ней есть несколько объектов, на которые, может быть, имело смысл обратить внимание. Коллеги, если вас заинтересует возможность получить эту презентацию, вы напишите напрямую с Карену, позвоните, вот контакты есть, и он вам с удовольствием эту презентацию вышлет. Можно я секундочку, вот он Дмитрий задал вопрос, Дмитрий, если будет возможность, давайте как-нибудь спишемся, я вам расскажу, это, ну, я не могу сейчас там буквально. Ты частично рассказал, я просто не стал понимать вопросов. Да, параметры, параметры нужно прямо вот смотреть, можете посмотреть у нас вот в Ютубе, забейте экзотик проперти, у нас такой логотип, как такая звезда Давида, да, вот туда можете зайти, и там много роликов, в том числе вы найдете проект. Ну, или давайте после, там, не знаю, чуть позже. После эфира просто звоните, окей. Да, да, да. Смотрите, так, значит, вот жилой комплекс под управлением Маньян Трегру, просто пару слов буквально по всем слайдам. Вот комплекс очень интересный, вот смотрите, в самом начале, когда я тоже объявили только продажи, мы там продавали в среднем двушки по 5 миллионов бат. Ну, сейчас вот эти двушки с более худшим видом, такие же двушки, такого же метража, продаются по 9,10. Ну, вот тебе рост цены. А когда вы работали? Начинали вот три года назад. Три года назад. Вот, но это комплекс, он находится прямо на Гольф-поле, он очень такой, очень классный, классный у него вид, он находится в 600 или 700 метрах от моря, но он как раз находится вот в этом очень классном районе, да, Лагуна в Пукете. Туда известный район, который… Тут нет отеля в управлении, но здесь будет тоже управление управляющей компанией, Лагуна Ренталс, то есть тоже можно будет сдавать и получать достаточно хороший доход. Окей, давай смотреть дальше, просто именно по проектам пробежимся, вот, пожалуйста. Этот комплекс с отельным управлением Уиндхам, он находится как раз на первой линии моря, в очень дорогом, хорошем районе, рядом там рестораны звездой Мишле, очень дорогие, очень дорогие отели, и он прямо вот находится там буквально 50-70 метров от пляжа. И здесь уже практически готов, ну, идет внутренний отдел, я так скажу. То есть действительно очень хороший, есть и гарантирный доход, есть и кэшбэк, есть и очень хороший застройщик, так что вот этот проект, наверное, один из доминирующих в точке зрения доходности на сегодняшний день. Окей, смотрим дальше. Это очень популярный отель Интерконтиненталь, куда принцесса приезжает, у нас принцесса Таиланда практически каждый месяц. Кафе Дель Мар, это такой по франшизе Сибице очень популярный пляжный клуб, там на первой линии тоже у них апартаменты люкс-класса под управлением пятизвездочного отеля Твин Палмс. А вот на второй линии, вот это вот будет приватный, очень классный комплекс пятизвездочный с управлением пятизвездочного отеля МГЛ Ретт и бутиковые отели из международной сети Акархотлс. Ну, очень-очень классный, все вот прям на высшем уровне. И здесь очень хорошая будет капитализация, потому что здесь можно купить, знаете, вот у нас в Таиланде нельзя купить землю в полную собственность. И получается, если вы покупаете землю, например, виллу, да, земля у вас в Лисхолге на 90 лет, а виллу, ну, в ваша, да, то здесь как раз можно купить себе здание в полную собственность, потому что здесь кондоминиум, это оформлено как кондоминиум, лицензия кондоминиума, но комплекс он построен не одним большим зданием, а маленькими зданиями по там по четыре и по шесть квартир. То есть вы можете там купить две квартиры, объединить, это уже там целый этаж у вас будет, да, очень красивый пинхаус. А можете там четыре квартиры купить, и у вас будет здание, да, то есть четыре квартиры в полную собственность, считаю, это и здание, полная собственность. И можешь сделать себе там виллу, можешь, ну, изначально застройщик сейчас это вот на начале строительства, и поэтому можно еще внести какие-то изменения, да, там, согласовать свой какой-то архитектурный план, который застройщик выполнит. Окей, идем дальше. Это почти раскупленный, это почти раскупленный уже проект, тут осталось буквально несколько квартир. Проект в хорошей локации, такого популярного, популярного района Корон, наверное, многие его знают, такой, ну, средний класс такой, для среднего класса, можно так назвать, да, комплекс. Ну, там очень много недвижимости на этом комплексе, в этом районе очень много, да, там, сказать, и почему-то цена на недвижимость там достаточно высокая, неоправданно, на мой взгляд, да. Но этот комплекс, он самый забалансированный по цене и в целом по его, сказать, инвестиционному интересу. И здесь еще есть обратный выкуп через 10 лет за 110%. То есть это опция, да, если хотите, можете ей воспользоваться. Это некая страховка для вас, что ваше вы в любом случае получите. Окей, ну и давай тогда два последних предложения есть. То есть вот очень интересный проект на первой линии пляжа Банктаут, на этой гряде пляжа находятся очень дорогие комплексы, то есть если вот так дальше, левее пройти, там будут комплексы, ну, если хочешь купить там недвижимость, меньше там полутора миллионов долларов даже не подходить. А здесь комплекс стоит тоже на этой же первой линии, но здесь квартиры будут от 170 тысяч долларов, да. Тут просто есть отельная часть и резидентская часть комплекса, да, в резидентской чуть подешевле, наверное, от 110, и в отельной чуть подороже. Здесь какая история, 5 лет ты получаешь гарантированный доход 7%, при том мейтонансфи не платишь, его платит отель. Через 5 лет обратный выкуп за 115%, ну, можно согласиться, можно отказаться, неважно, да, ну, то есть получается, что вот как мы там, 5, 5 и 7, 35 процентов заработал и 15 плюс, ну, вот 50 процентов вам прям на бумаге, на контракте, это обязательство застройщика, да, ну, то есть вот, неважно там как сдавалось, может вообще не сдавалось, да, ваша какая-то конкретная квартира, ну, вот свои там 50 процентов за 5 лет с обратным выкупом выпало. Ну, конечно, можно это все продать самостоятельно, намного дороже. Ну, или остаться дальше, сдавать и получить, получать по программе Rental Pool. И последний давай тогда объект, смотрим презентации. Ну, этот объект уже почти весь раскуплен, он, ну, я вам так сказать, это коттеджи, да, они красиво выглядят, но на самом деле достаточно крутой горе, здесь 7 процентов получают в течение 15 лет. Вот, здесь нет профессионального отельного управления, и, ну, так скажу, что залезть на эту гору еще нужно будет, ну, смелости набраться, но, тем не менее, вот как рабочий инструмент можно тоже рассмотреть. Ну, что ж, дорогие друзья, я еще раз хочу напомнить, что если вас какие-то конкретные проекты заинтересовали, и если вы с Кареном хотели бы продолжить уже просто общение, правильно это будет сделать уже не в рамках нашего вебинара, а в частном порядке, контакты здесь есть, презентацию Карен, я думаю, с удовольствием вам вышлет и обо всем расскажет. Друзья, Карен Чичан, директор по продажу и маркетингу компании Exotic Robert, тебе можно сказать несколько слов, конечно. Да, я буквально, большое спасибо, что вы меня послушали, я, конечно, в рамках там часа всей этой истории не расскажу, опять же, там скажу, посмотрите, YouTube, не просто я его там пиарю, мы на самом деле его так сильно не двигаем, для нас он просто как база данных для наших клиентов, чтобы они покупали. И наша миссия вообще состоит в том, чтобы люди инвестировали деньги правильно, ну, не шли на поводу у каких-то продавцов, да, уже сами, приходя на рынок, они уже понимали картину, как это работает, уже делали, ну, как бы, принимали решение осознанно, понимая уже, как это работает. Потому что нас-то особо никто не учил в России, ну, там, в СССР, да, откуда я, в принципе, родился, откуда я родил, да, то инвестициям, да, ну, вот, поэтому мы решили, так вот, делать блок для наших соотечественников, ну, не только, да, для всех стран, особенно. Это первое. Второе, вы можете ко мне обращаться, и мы можем общаться, задавайте вопросы, берите мой WhatsApp без проблем. Моя задача вам не на продавать недвижимость, а объяснить, как это работает. Ну, и, если захотите, вот, там, обеспечить вам комфортный сервис, да, по приобретению, ну, содержанию, там, и так далее, да, чтобы вам было хорошо, приятно, комфортно. Ну, только если вы захотите, поэтому мы, наша задача никому ничего не продавать, а просто рассказывать и давать как можно больше информации, вот, это не только наш бизнес, но это также наша миссия, так скажем. Так что, если будут вопросы, пожалуйста, пишите, звоните, вот, Дмитрий, Катерина, у кого есть вопросы, пожалуйста. Отлично, спасибо большое, друзья, мы обязательно всем вышлем отчет о нашем вебинаре, и в отчете также будут контакты Карена и компании Exotic Property, если вдруг вы не успели их здесь записать, но вот они у нас есть в чате, пожалуйста, смотрите, и на Prean.ru контакты компании тоже есть, компания Exotic Property, Карен Чичан и Екатерина, ну, Екатерина сегодня с нами. Нет, будет в следующий раз. Карен, спасибо тебе огромное, хорошего вечера в Ирландии. Спасибо вам, спасибо вам, Ирландия. Удачи, до встречи, мне кажется, сегодня было очень интересно и познавательно. Спасибо вам, дорогие зрители, до встречи. Спасибо, спасибо большое, все, до свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...